Динаминация в России произошла на основании указа президента Российской Федерации от 4 августа 1997 года Номер 822 об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен Согласно данного указа с 1 января 1998 года была произведена деноминация рубля и замена обращающихся денег на новые по соотношению 1000 к 1 Фактически деноминация представляла собой замену денег старого образца на новые С 1 января 2003 года старая кодировка должна была полностью исчезнуть Однако вот уже 15 лет в банковских документах почему-то фигурирует старая кодировка 810 Российский рубль имел цифровой код 810 Таким образом на момент проведения деноминации цифровое значение валюты было 810 С 1 января 2004 года российский рубль имеет цифровой код 643 С этого же момента перестает существовать код 810 Значение 810 в настоящее время не присвоен ни одной валюте То есть согласно классификатора в настоящее время в мире нет ни одной валюты с кодом 810 Тут налицо официальное признание факта нелегитимности счета с кодом 810 А где гарантия того, что в один прекрасный день банки не объявят своим клиентам, что их обязательства перед вкладчиками будут пересчитаны в пропорции 1 к 1000 Так как вклады в старых рублях, а обязательства банка будут исполняться в новых В определенный момент, при определенных обстоятельствах, у ЦБ может возникнуть желание сменить коды валют и оставить вкладчиков с носом А если вы захотите потребовать свои деньги обратно, вам просто ответят Просто денег нет Подержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья Возникает ощущение, что кто-то специально заложил под российскую банковскую систему бомбу замедленного действия, которая может взорваться по чьей-то команде Чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию, мы уже звонили в Сбербанк, но нам ничего внятного так и не ответили и попросили обращаться в Центробанк Ссылка переговоров с сотрудником Сбербанка будет в описании А прямо сейчас мы будем звонить в Центральный банк Российской Федерации Здравствуйте, вы позвонили в контактный центр Центрального банка Российской Федерации, разговор записывается Здравствуйте, благодарим вас за обращение в контактный центр Банка России Меня зовут Анатолий, как я могу к вам обращаться? Роман Роман, здравствуйте, какой у вас вопрос? Вы знаете, у меня вот вопрос следующий Подскажите, пожалуйста, какой код для российского рубля? Валюты Ваш вопрос Это вопрос, связанный с цифровыми кодами, которые действуют на территории Российской Федерации Роман, пожалуйста, некоторое время оставаться, буквально одну минуту на линии, я уточню для вас информацию Давайте, пожалуйста, на линии Роман, благодарю вас за ожидания В настоящее время на территории Российской Федерации действует два цифровых кода обозначения цифрового кода денежной, обозначение признака российской денежной единицы рубль в соответствии с общероссийским классификатором валюты Вы говорите в соответствии с общероссийским классификатором валют Я захожу, нахожу эту информацию и там указан код 643 Второй цифры там нет Как вот ваши слова противоречат действующему законодательству? Как такое может быть? Роман, я отвечу на вас Да, пожалуйста В настоящее время, по сегодняшний день используются два цифровых обозначения денежной российской единицы Это код цифровой 643 и код 810 Я объясню, в чем между ними разница, чем они друг от друга отличаются и для чего вообще они нужны Дело в том, что до 1 января 2004 года существовал и действовал в обращении только один цифровой код с цифровым кодом 810 С момента наступления 1 января 2004 года в обращении был введен цифровой код 643 То есть убрали 3 0, диноминировали российскую валюту Убрали 3 0 и также ликвидировали 810 код, правильно? Что подтверждает изменение 6 дробь 2003 ОКВ Общероссийский классификатор валют Дата введения 0 1 января, как вы правильно сказали, 2004 года И здесь написано 810 код, российский рубль, аннулировать То есть с 1 января 2004 года данного кода не существует Согласно действующему законодательству Я вас услышал Что касается кода 810 Действительно, с 1 января 2004 года он утратил свою силу Но, несмотря на тот момент, что цифровой код 643 вступил в действие в 2004 году 2004 года, то есть новое обозначение цифрового кода Новый цифровой код, обозначение денежной единицы Символ 810 в качестве признака рубля продолжает использоваться для обозначения кода валюты счета Вот на основании чего На основании чего символ 810 продолжает до сих пор Продолжать действовать Я вам сейчас озвучу То есть код 810 продолжает действовать не просто так Он продолжает действовать на основании нормативных актов Банка Российской Федерации Секундочку, вас перебью Просто вы говорите Мы с вами тут говорили, что вот документ Я открываю, консультант плюс, гарант Или любой документ другой Здесь черным по белому написано То, что код 810 1 января 2004 года аннулирован И вы говорите, да, подтверждаете И продолжайте говорить, что он до сих пор действует Как может действовать то, что было аннулировано То есть это идет нарушение законодательства Российской Федерации Объясните, пожалуйста Я вам не до конца озвучил информацию На основании чего символ 810 продолжает действовать На основании чего Он действует на основании нормативных актов Банка России Что такое нормативные акты Формулировка нормативных актов Банка России Ими является положение Банка России От 27 февраля 2017 года Это положение номер 579 О плане счетов бухгалтерского счета Для кредитных организаций И порядка его применения Да Вот данное положение Секундочку Во-первых, то, что мы говорим То, что ликвидировано этот код Это черным по белому написано То есть это любой гражданин Российской Федерации Имеет право зайти посмотреть И он видит, что код 810 аннулирован А то, что вы говорите про положение Это трудно найти Но мы подготовились Соответственно, я нашел этот документ О котором вы говорите Я могу зачитать Это установленное положением Банка России От 27 февраля 2017 года Номер 579-П О плане счета Бухгалтерского учета Для кредитных организаций И порядке его применения Который введен 27 февраля Правильно? Совершенно верно А период Скажите, пожалуйста Вот секундочку До 27 февраля 2017 года С 2004 года Этот период То есть этого положения не было И куда шли деньги То есть граждане Российской Федерации Оплачивают налоги Оплачивают штрафы Оплачивают счета Управляющим компаниям И так далее То есть получается Во-первых Куда шли До принятия Вот этого положения Банка России От 27.02.2017 То есть только 27 февраля 2017 года Это принято Это положение Согласитесь? А куда шло Все это время Вопрос Куда шли деньги? Роман, я вам информацию Еще озвучил не до конца Кроме положения Я хочу, чтобы вы Обладали максимумом информации Да, буду благодарен Кроме положения От 27 февраля 2017 года О котором мы сейчас говорили Существует еще положение Еще одно положение От 2 сентября 2015 года Номер этого положения 486 П Данное положение Носит такой же характер Как и номер 579 П А вот на период Начиная с 1 апреля 2004 года По 2 сентября 2015 года 2015 года Никаких дополнительных положений Нововведений Касаемо отмены Либо введения новых Каких-то буквенных годов Не вводилось То есть вы сами Сейчас подтверждаете Что это было Противоречие Интересно То есть положение Не было С 2004 по 2015 год 11 лет Совершенно На протяжении Всего этого времени И по сегодняшний день Использование Признака Российского рубля С цифровым кодом 810 продолжает Используется Для обозначения Кода валют Кроме этого Использование Признака рубля С кодом 810 В номерах Лицевых счетов Не нарушает Законодательство Российской Федерации Также Роман Я хотел обратить Ваше внимание На тот факт Что в российском законодательстве Не существует Понятия Валюта 810 И валюта 643 Данные обозначения Вот эти две цифры Они Используются Только банками И кредитными организациями Для использования счетов И Независимо от того Ваш вклад Числится под кодом 810 Или под 643 На Вклад Никаким образом Не влияет То есть Денежные средства Не увеличиваются Не уменьшаются И данные цифры Являются просто Условным обозначением Денежной российской единицы Поэтому Ваш вклад Ваш счет Может быть И под кодом 810 И под кодом 643 Это информация Которая Предоставлена Непосредственно Именно Банком России Центральным банком Российской Федерации Вы знаете Честно сказать Вот я вас слушаю Вроде вы говорите Все правильно Грамотно Но Логики Нет Потому что Вы говорите Нет кода Как нет Если мы открываем Общероссийский Классификатор Валют Валют И там Написано Черным по белому 643 Как там Написано Вы говорите Что это Для нас Не существует Хорошо К этому Даже не будем Возвращаться Как такое Может быть Я вам Еще раз Вы сами Понимаете Что здесь Есть Общероссийский Классификатор Валют То есть Вы хотите Сказать Что этот Классификатор Это Филикина Грамота Нет Это не Филикина Грамота А как А что Тогда Получается Так Есть Код Валют Или Нет Код Валют Существует И он 643 Как и написано Он был Есть И будет Код Нового Образца Код Был Введен С 1 Января 2004 Это Код 643 Но Понимаете Мы опять Возвращаемся Все К новому Хорошо Даже Не будем Возвращаться Мы поняли Что Код 643 Почему 810 Четко Ответа Так и Нет Хорошо Вы говорите Что Были Какие-то Дополнения Введены В 15 Году То есть До 15 Года Никаких Дополнений Не было Правильно Совершенно Верно То есть Получается Что До 15 Года Код Был 643 А писалось 810 Что Нарушало Действующее Законодательство Вы Подтверждаете Это Нет Роман Я это не Подтверждаю На период 1 января 2004 Года По 2 сентября 2015 Года Оба Этих Кода Использовались Одновременно И продолжают Использоваться А вот До 1 апреля Как Они могли Использоваться Одновременно Если В документе В 2004 Году Код 810 Аннулирован Как Могло Действовать То Что Было Аннулировано Вот Скажите Пожалуйста Роман Все Информация Которая Я вам предоставляю Я ее не придумаю Из головы Не сочиняю Эта информация Предоставлена Центральным банком Российской Федерации Я понял То есть Вы хотите Вот официально То есть Вы понимаете Что вот сейчас То что вы говорите Ответы на все вопросы Мы даем От имени Центрального банка Российской Федерации То есть Согласно Вашим словам То Что Было Аннулировано В 2004 Году Официально Аннулировано В 2004 Году Действовало По 2015 Год Несмотря На то Что Оно Было Аннулировано И действует По сей день Несмотря на то Что официально Аннулировано Правильно У вас Вами Несколько раз Была упомянута Формулировка Аннулировано Потому что Я открываю Послушайте Вот я тоже Вот как вы говорите Я несу полную ответственность За то что я говорю Открываю Консультант Плюс Изменения Можете проверить Пожалуйста Изменения 6 Дробь 2003 ОКВ Общероссийский Классификатор валют ОК МК ИСО 42 17 003 Дефис 97 014 Тире 2000 Дата Введения 1 января 2004 год Первая колонка Директива Второй Коды валют Третье Наименование валюты Смотрим 810 Рур Российский рубль Аннулировать То есть Это не мои слова Все что написано На документе Понимаете Это не чьи-то слова Это не на форуме Это не на заборе Это документ То есть Вы устреждаете то Что в документе написано Аннулировать Действовало по 15 Год Без каких-либо Дополнений И приложений И по сей день И будет действовать И вы хотите Нас убедить Что все нормально И это нормально То есть Действие того Что аннулировано Официально Роман Я не пытаюсь вас В чем-то Убеждать Я просто предоставляю Информацию Которую нам Предоставил Центральный банк Вот согласно Как бы Вот мнению Центробанка То что отменено В 2000 Аннулировано Точнее Вот я не буду Да То что Аннулировано Выслушайте пожалуйста Аннулировано В 2004 Году Действует Действовало Действует И будет действовать Несмотря на то Что аннулировано Я все понял То есть Это вот Положение Информация Об аннулировании У меня Не предоставлена Не предоставлена Ну Это же Вот я Вот я Сейчас нахожу Как бы У меня нет Информации Перед глазами То есть Информация о том Что данный Цифровой код Был аннулирован Именно формулировки То что Данный Цифровой код Аннулирован У меня нет У меня только Есть информация Которую Предоставил нам Центральный банк Я понял Ну Мы эту информацию Доносим До наших клиентов Которые обращаются Вот я В принципе Ну Чтобы не повторяться И ваше время Чтобы не занимать И свое То есть Номер Я вам повторил Да Изменение номера Общероссийский Классификатор валют Что как То есть Дата введения И то что написано То есть Вы всегда сможете Это проверить Поверьте Это так и есть То есть К сожалению Вот у нас только Аудиосвязь Видеосвязи нет Чтобы вы могли посмотреть Но как бы Слава богу Есть интернет Вообще доступный Вы можете Об этом Удоставить Еще один момент Еще один момент Я вас слушаю Нет я вас слушаю Да Значит с этим Определились То что То что было Аннулировано В 2004 году Для Центробанка Это действовало Действует И будет действовать Как бы Это я услышал Еще Вот момент Вы говорите Разница между 810 кодом И 643 кодом Нет Так я вас Я не знаю То ли огорчу То ли обрадую На самом деле Разница есть И она весьма Колоссальная Дело в том Что когда был Аннулирован Официально Вот этот код 810 Была динаминация То есть Тысячи рублей Превратились В один рубль Миллионы тысячи И так далее Да То есть Получается Разница между 810 и 643 Это три ноля То есть Фактически Мы Оплачивая На сегодняшний день Любой счет К примеру На Тысячу рублей Получается Что мы Оплачиваем По коду Как мы Отдаем Один рубль И как бы В дальнейшем Это все Не сыграло Злую шутку Против Граждан Где гарантии Понимаете Мы видим То что на документе Написано Одно Вы нас Утверждаете То что Нет Это совершенно Другое И где гарантии Того что мы Оплачиваем Тысячу рублей И в итоге Нам через Несколько лет Не скажут Что вот Вы оплачивали По коду 810 Без учета Динаминации Вот очень Такой момент На который Хотелось бы Услышать Ответ Официального Лица Представителя Центробанка Российской Федерации Вы можете Получить Такой ответ Просто В режиме Разговора Вот Мы с вами Общаемся Ведем Диалог Вы Позвонили Сейчас на Единую Горячую Линию Центробанка Российской Федерации Но есть Еще один Способ Смотрение Обращений Заявлений И так далее Любых обращений Связанных По любым вопросам По работе Центробанка Со всеми вопросами Которым Центробанк Занимается Вы можете Направить Обращения По вашему Вопросу Касаемому Вот Именно Центробанк Кодом 810 643 Мы рассматриваем Центробанк Рассматривает любые Вопросы Вы можете Это сделать В письменном виде Направить Письменные Обращения В Центробанк Российской Федерации По вашему Вопросу Сделать Это можно Через Наш Центробанк Главный Сайт Цбр.ру Через Интернет Приемную Цбр Маленьким Английским Да Я на вашем Официальном Сайте Цбр.ру Адрес В Москве Улица Неглинная Дом 12 Да Совершенно Это адрес Для Письменных Обращений То есть Можно приехать Непосредственно По адресу И отдать письмо Или Случить В итоге Адрес Не проводится Фактически Проводится Фактически Адрес Есть И прием Граждан По личным Вопросам Проводится По другому Адресу Просто Адрес Неглинная Дом 12 Там Туда Можно Обратиться Только Почтой Я понял Тогда Можно Пожалуйста Где Фактический Адрес Для Граждан Я могу Вам И тогда Еще Встречный Вопрос Почему Вот этот Адрес Не указан На официальном Сайте Этот Адрес Который Я вам Продиктую Он Не Не Для Граждан Поэтому Он Именно Для Физических Липисов Для Граждан Для Граждан Федерации А почему Не указан На официальном Сайте Центробанка Адрес Куда Могут Граждане Прийти И задать Свой Вопрос Как Такой Может Быть Так Сейчас Одна Минута Так Давайте Я вам Этот Домный Адрес Предоставлю Да Вот Я сейчас Нахожусь На сайте Тут Адрес Только Для Почтовых Обращений Чем Больше Я Поражаюсь Во всех Тому Что Творится Да Я вас Слушаю Какой Адрес Во всех Можно записать Да Конечно Город Москва Сундуновский Переулок Сундуновский Переулок Сундуновский Не смогу Подсказать По территориальности Где это Находится А вы Уверены Что Сундуновский Переулок Может быть Сундуновский Переулок По Вопросу Именно Вот этого Адреса У нас Несколько Обращений Поступает В день Поэтому Мы Этот Адрес Знаем Любой Сотрудник Любой Сотрудник Сундуновский Центр Сундуновский Переулок Дом Три Строение Один Вот только По этому Адресу Можно Поехать Обратить Столично Ну Хорошо Еще один Момент Я вам Просто На будущее Поверьте Улицы Сундуновский Переулок В Москве Нет Есть Сундуновский Переулок Дом Три Строение Один А я Скажите Пожалуйста Я правда Сбербанк То есть В Центробанк Позвонил Сейчас Центральный Да Это Это горячая линия Центрального Банка И вы не знаете Адрес Как Вообще Правильно Я представляю Эту информацию Который Мы владеем Я понял Ну На будущее Сделайте Там Пометочку Чтобы Уточнить Вообще Есть В Москве Улица Сундуновский Переулок Или Может быть Сундуновский Переулок Вот это Сделать Будьте Добры Роман Хорошо По вашей просьбе Я сделаю Пометку И выполню Ваши просьбы Я понял Все В принципе Вы знаете После Всего этого У меня Собственно Горя Вопросов Не осталось Спасибо Всего доброго До свидания С вами был канал Все самое интересное Как всегда Мы предоставляем Вам только Факты Ну а Выводы А выводы Делать Только Вам Всего доброго И до новых Встреч Продолжение следует